Семья Макаровых прибывает на конечную станцию. Я Оля. Это мой муж Антон. И наши чудесные детки Егор и Андрей. Мы путешествуем все вместе и даже умудряемся отдыхать. Колесим по Подмосковью, учитывая желания каждого члена семьи. И открываем удивительные, а порой необыкновенные места. Поехали с нами. Сегодня в Клин. Маршрут построен. Едем в Клин. Уютный городок в 70 километрах от Московской кольцевой. Вам кажется, что Клин – это маленький провинциальный город, где-то далеко от столицы? С одной стороны – да. А с другой – здесь находится один из самых значимых музеев нашей страны. Вы еще здесь не были? Пойдемте с нами. Чайковский в музыке, как Пушкин в литературе. Наше все. Музей Петра Ильича в Клину – это обязательная точка на маршруте. Сюда приезжают поклонники музыки со всего мира. А вот и сам Петр Ильич. Как прекрасно! Еще и музыка звучит. Да, у нас волшебные ламочки, на них садишься, они начинают играть. А, вот так? Как здорово! Везде бы так, да? Во всех парках. Почувствовать шедевры классики можно в буквальном смысле всем телом. Так, Чайковского я еще не слышал. Сильно. Но самая волшебная лавочка уже занята Петром Ильичом. Ничего, справа он оставил место для селфи. Предупреждаю сразу. Слушать музыку великого композитора, следить за детьми и пытаться уловить интересное в рассказе экскурсовода – удовольствие, ну, такое себе. Наш музей, он первый мемориальный музей в России, один из старейших в мире. Мемориальный, потому что в этом доме после Петра Ильича никто не жил. Его младший брат Модест Ильич решил сохранить все в том виде, в котором было при Чайковском. В детях, конечно, силен исследовательский дух, только и успевай ловить. Дабы дом композитора и нервы сотрудников остались целы, пацаны отправлены на улицу вместе с отцом. Примерно так я и представляла дом композитора. Рояль, книги, партитуры. Я вам обещала место, где Чайковский проводил свои утренние часы. Как раз нам повезло, сейчас солнышко, и понятно, почему этот балкон называется фонариком. Ага, да. Здесь он пил утренний кофе. Здесь и читал многочисленные корреспонденции. В спальне главное место – стол, за которым работал Петр Ильич. Но посетителей больше интересуют детали гардероба. Петра Ильича, тапочки? Тапочки, Петра Ильича. Да, да, все подлинное. Ничего себе, с ручной вышивкой. Какой размер у него? 41. О, как у меня. А вообще он любил парфюм, любил смешивать парфюм. И среди вот этих флаконов, которые остались, есть известные бренды, в том числе и Герлен. Пока мама наслаждается интерьерами, у нас по плану прогулка. Редкий случай. Оба ребенка затихли. Место здесь и правда особенное. Кто-то скажет про энергетику или историческое наследие. Не спорю. Но еще тут много любви тех, кто хранит этот музей. Егор увидел какой-то домик и, естественно, не мог пройти мимо. Кстати, отличный вариант для детских площадок. Красная трава или зеленое лицо – дети залипают на игру света. Спасибо большое. Спасибо вам. Приезжайте. Обязательно приезжайте. И берите экскурсию, точно не пожалеете. Я однозначно ставлю отлично, превосходно, шикарно. Вот настолько? Да. Мне все очень понравилось. Не только атмосфера места и не только подлинность экспонатов, а отношение людей, которые принимают тебя здесь в гости. Как будто меня ждали. Я поставлю тоже пятерку. Прошелся здесь по аллеям. И, ты знаешь, очень атмосферно. Прям чувствуется, что здесь жил великий гений. Захотелось помузицировать. Да. Быть может, и споем по пути. Пора ехать дальше. Нас ждет анти-музей. Но только после обеда. Никогда не догадаетесь, где можно позавтракать, пообедать и поужинать. Вместе вот с таким названием. Завтрак, обед и ужин. Разумные цены, чисто уютно. Если вас не напрягает самообслуживание, welcome. Когда опаздываешь, уже нет ресторанов. Поэтому заехали. Капешку приличную взяли шашлык. И, как видите, быстро надоели. Не знаю, что это, но я сейчас это съем. Вообще-то я это брал себе. Ой. Я думала, нет. Если хотите очень быстро перекусить, реально, за 10 минут, то завтрак, обед, ужин вроде ничего, да? Слушай, мне понравилось. Вполне прилично. В здании старинных рядов, кстати, очень колоритенько. Сейчас мы направляемся в анти-музей. Были в музее, а теперь в анти-музее побываем. Андрюша очень, кстати, уснул по пути. Анти-музей находится на самой настоящей даче. Это такой собирательный образ знаменитых шестисоток. Вы из какой эпохи? Из 87-го, еще из СССР. Классный прикид. Спасибо. Анти-музей – станция дачная. Атмосфера классической дачи до эпохи коттеджных поселков. А вот это звоночек из моего детства. Прямо вообще. Ой, слушайте, у меня аж мурашки побежали. Это велосипед Украина В-134. Он на ходу, и вы, кстати, наверное, даже можете прокатиться. И кажется, что мне снова 12, а впереди еще все лето. Какое счастье, что здесь не придется полоть грядки. Слушайте, ну он в таком хорошем состоянии. Ну, седло, понятно, чуть-чуть скрипит, а вот педали, все смазано так мягко. Конечно, он обслуживает. Естественно, у нас все велосипеды обслужены. А вот велик из моего детства – красная кама. Руль специально сделан такой, чтобы удобно вылетать было. О, седлушка-то старая. Сейчас на современных велосипедах стали делать вот такие седлушки. Очень неудобно. Вставай на багажник. Держись за папу крепко. Уже поняли, почему это анти-музей? Да потому что экспонаты можно трогать и применять по назначению. Егор, ну что, как тебе? Конечно, до всей этой ностальгии Егору как до луны. Он изучает автопарк. Пока сын увлечен, ныряем в музей. Здесь пахнет старой дачей. Вот точно так пахло у нас на даче, когда приезжаешь туда после зимы особенной. Часы с кукушкой, крокодил Гена, машинка Зингер и шикарная коллекция ретроавтобусов и машин. Все, что здесь есть, было подарено или найдено. Ничего специально не покупалось. Каждая вещь с историей. Например, этому патефону 80 лет. И он, представьте себе, звучит. Около 50 оборотов для того, чтобы завести пружину и прослушать только одну сторону пластинки. Вот так вот. Это тебе не mp3-плеер. Ты сейчас должна застенчиво потупить взгляд. Когда еще мужу заставишь потанцевать? Она и не пробует? Может, я всегда хочу танцевать? Я поняла. Советская дача – это первый пример нулевого захоронения отходов. То, что называется апсайклинг. Переосмысление вещей и их повторное применение. А у нас это называлось «не выкидывай, на дачу отвезем». А это, оказывается, апсайклинг. Вот такой орехокол точно есть у мамы. И вот эту мясорубку я крутила в детстве. Она очень тяжело крутилась порой. Приходилось разбирать, снимать жилы. Ну вот это вообще классный экспонат. Это огромные трусы, как и у нас их кто-то назвал. Застойные брежневские трусы. Не знаю, что за размер. Их, наверное, можно использовать как чехол для нашего такси. Музей вдохновляет на создание своей домашней лапки древностей. Домашние! А вот и первые поступления в нашу коллекцию. Держите. Это вам на память о нас. Настоящий ВЛКСМ. Будете приняты в Комсомол торжественно. Это единственное место в Подмосковье, где можно прокатиться на дрезине. У тебя есть билет, сын? Вот он, билет. Можно кататься? Вот это. Моторная дрезина. Я думала, такая будет. Такая там стоит. А, тоже есть? Конечно. Билет пробиваем в компостер. Как в детстве, в трамваях билет пробивали. И раз. Кабина водителя тут, конечно, эталон минимализма. Органы управления. Газа тут нету. Тут есть ручка входа. Ого! Вот это да! Вот это да! Любитель погонять. Ничего себе! Столько лет работы в музее, уже и машинистом стал. По крайней мере, знаю, что если что, пойду работать в РЖД. От станции Дачная до станции Поварова метров 200. На конечной еще и чай из самовара. Как жаль, что камера не может передать ароматов. Это самовар. А это мята. На чай хватит. Мой совет. Приезжайте сюда в ягодный сезон. Дети точно оценят. Особенно если у вас своей дачи нет. Бегу. Дорвался, дорвал. Андрюша вовремя проснулся. На полдник смородина. Пока парни лакомились ягодами, заварился чаек. И самовара с мятой. Красота. Полное погружение. Итак, любителям интерактивной ностальгии, добро пожаловать в музей. Обязательно приезжайте в этот анти-музей. Это уникальное место, где можно вернуться в детство. Ну разве это не классно? Это очень классно. Всем рекомендуем, а мы едем дальше. Мы поехали. Не в ту сторону. Мы поехали. Мы поехали. Что-то мы забыли. Термос с чайной. Сына мы забыли. Господи. Все были. Остабили. Эко-отель начинается с парковки. Дальше передвигаемся на электрокарах. Сюда мы приехали ради сафари-парка. Говорят, он чудесный. Обязательно оценим. А пока бросаем шмотки и бегом ужинать. Мы с дороги. Нам нужно поужинать. А рум-тур и прогулка по территории чуть-чуть позже. Все, хватит снимать. Для ужина мы выбрали ресторан «Форест». Направо. Расстояния тут такие, что пока дойдешь от одной точки до другой, скинешь пару килограммов. Ну, или как минимум проголодаешься. Мы выбрали ресторан «Форест», потому что в нем есть детское меню. При выборе любого ресторана для нас это является приоритетом. Детское меню, можно сказать, ради которого мы сюда и пришли. Салаты, овощной, крабик. Есть супы, куриный, овощной с фрикадельками. Большой выбор горячих блюд. Даже стейк из лосося. Куриные котлетки, сливочная паста. И это первое меню детское, в котором есть отварная гречка. Дети съели все, значит, было вкусно. Этим привередам не просто угодить. Сил прибавилось, и Егор сбежал. Ну, а следом и Антон с Андреем. Со мной только еда и тишина. Судак с мятым картофелем. Это белая рыба, это филе. Вообще не соленое. Но мне это нравится. И в сочетании со сливочным соусом получается весьма интересно. Если вы любите белую рыбу, нежирную, мясистую и не соленую, обязательно попробуйте это блюдо. В таких поездках очень нужен папа, который может занять маленьких непосед. Я в таком приятном месте ужинаю с видом на водопад. Можно почаще бывать в таких местах. Возле каждого уважающего себя ресторана, по-моему, должна быть детская площадка. Наконец-таки настала очередь отца поужинать. Буду пробовать угольную рыбу. Нежное мясо, но у него есть тоненькая хрустящая курочка. Ммм, удивительный вкус. У этой рыбы только один из остаток – это ее количество. Если вы взрослый мужчина, то берите минимум две порции. Одной вам не хватит. Вокруг лес. Какое раздолье для пеших прогулок. Идем к водопаду. Какую оценку ресторану «Форрест» поставишь? Конечно, пять. Во-первых, это атмосфера. Ресторан находится на берегу озера. Второе – за тишину. И еще одна самая жирная пятерка – это за вкус рыбы. Она была просто потрясающая. Ресторан отличный. Хорошая кухня. Прекрасная подача. Заодно только детское меню. Можно ставить оценку «отлично». Пока дети играют на площадке, пойдемте посмотрим, где мы сегодня будем ночевать. Добро пожаловать. Вот такой у нас номер. Кровать. Большая. Детская кроватка. Такие симпатичные ночнички. О, пока все на детской площадке. Я могу ровно раз, два, три, четыре, пять, пять секундочек поваляться. Большой балкон. Вид, конечно, ни на горы, ни на озеро, но на молодые сосны и зеленую лужайку. И, конечно, душевая. Все, как я люблю. Тепло, светло, очень чисто. Пока еще. Кто первый до тех штук? Да. Нет, я. Нет, я. Стой. Стой, тебе говорят. Детская территория вообще шикарная. И для маленьких детей, вот как Андрюша, и для трехлеток, и для пяти, для десяти лет. Просто огромное спортивное, творческое, рекреационное пространство. Иди сюда. Какая классная вообще тарзанка. Нам классно было тут. Но пора спать. Вот так вот. Доброе утро. Сегодня будет то, ради чего сюда мы приехали. Это сафари-парк. После завтрака отправляемся туда. Давайте с нами. Выбор такой, что глаза разбегаются. Но для гостиниц такого уровня иначе и быть не может. Все суперлюкс. С чего начнешь, сын? С сосиски. С сосиски. Понятно, все с тобой. Ваш кофе, мадам. Да, благодарю. Итак, мы взяли рыбные беточки, сосиски, печеные яблоки, яйцо пашот и омлет с сыром и зеленью. Все сытые и довольные. Вперед, сафари! О, это наш? Да, это наш. Сейчас мы отправимся в сафари-парк. Наконец-то мы добрались до сафари-парка. Вот он, посмотрите, какой огромный. Это нам или животным? Один большой минус. Здесь нет пандуса. Но нас заверили, что он в проекте. Приедем, проверим. Это зубр Гоша. Редкий вид. Австралийский кенгуру на страже. Слушайте, это потрясающий ракурс посмотреть на верблюда сверху. Ведь всегда наоборот верблюд смотрит на тебя сверху. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Слава, Клава и Сюзанна очень общительные и вежливые. Даже не плюнули ни разу. Кажется, дождик начинается. Смотрите, в этот раз прогноз погоды не обманул. Да, дождик нас настал. Прямо в самом интересном. Знаете, в этом есть какое-то свое очарование. Природа. Олени кормить нельзя. Мох не выдают. А вот козликов ради бога. 320 градусов, да, обзор? Да, 320 градусов. Прикольно. Можно не поворачивая головы за плечо посмотреть. Небо за рулем такое. Здравствуйте, пушистики альпаки. Персик и Диана с удовольствием угостятся свежей морковкой и похрустят капусткой. Как хрустит аппетитно. Все. Все. Ой, смотри, какой интересный окрас. Какую бы взять? О, Егора возьму, говорит. Ой, ай, ай. Так вот. Ой, как. На-на-на. Животные дружелюбные, но будьте на чеку. Опасный номер. А вот опасный номер. Нет, ты не наоборот, ты боком, боком. О-о-о. К страусам идут только взрослые. Ам! Это прям... Прям тебе в лицо вот так. Сейчас тебя я втеплю. Нам гости, смотрите. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Егор, смотри, кто пришел. Чистая территория, есть уборное и маленькое кафе. Здесь 30 видов животных и, по-моему, им в сафари. Хорошо. А я первый раз увидела павлина с распушенным хвостом. Под самым красивым павлиним хвостом прячется обычная куриная. Но самое неожиданное – кормление рыб из детской бутылочки. В этой бутылочке находится корм для карпов хвои. Забавно, правда? Вот, и сосал. Мощь? Мощь. Мне здесь очень понравилось. В отличие от зоопарка, животные здесь на свободном выгуле. Животных можно и посмотреть, и при этом они не в заперти, они не измученные. Сафари-парку однозначно ставим отлично. Приезжайте обязательно, вам тут очень понравится. А теперь на русский. Посмотри, как мы вовремя уехали из сафари. На улице просто тропический ливень. Нам здесь очень понравилось. Здесь огромная территория. Это шикарное место, чайлд-френдли. Здесь все для детей. Здесь миллион просто игровых площадок. Здесь в ресторане отличное детское меню. Детская кроватка. Ну, вообще все хорошо и все продумано для семейного отдыха. Кто-то скажет дорого. Да, это не дешевое удовольствие. Но я думаю, что хотя бы раз в жизни каждый просто должен сюда приехать и увидеть, как на дорогу выходят пятнистые олени. Поэтому действительно пять баллов. Приезжайте обязательно. Все, поехали. Нас ждет музей елочных игрушек. Есть чудное место в Подмосковье, где Новый год круглый год. Ежедневно с девяти до четырех. Дети уснули, так что новогодняя сказка сегодня только для меня. Посмотрим, как делают елочные игрушки. Хотите волшебства? Посмотрите, как создаются игрушки. Это же фантастика увидеть работу мастеров стеклодувов. Берет мастер трубку стеклодвод. Начинает греть только в одном месте. Посмотрите, как тянется стекло. Перерезала огнем. Сейчас начнет выдувку. Она отцентровывает эти усики для того, чтобы шар был симметричным. За смену мастер должна быть 220 таких шариков. Смотрите, норма. Ничего себе. Настоящим украшением эти шары становятся в цехе художественной росписи. Вот где рождается волшебство новогоднее. Технология производства неизменно больше ста лет. Только тогда стеклодовы трудились в своей же избе. Изнутри мастер заливал раствор с солями свинца. Очень вредно. Зато зеркальный блеск появлялся. Хорошо, что сейчас есть сертификаты соответствия. Хоть и добровольные. В музее 12 залов. И в каждом праздник. Каких только украшений здесь нет. Стеклянные, ватные, картонные. Больше 6 тысяч экспонатов. По елочным игрушкам можно век истории нашей страны изучать. А вот и Петр Ильич на шаре. Ого! Ничего себе! Провожает меня 10-метровая красавица. Ее ветки держат 2021 игрушку. И скоро добавится еще одна. В общем, музей остался в целости и сохранности. Потому что дети спали. Так что у вас есть уникальная возможность его посетить и записаться на мастер-класс. Сделать эксклюзивную игрушку елочную для себя. Или в подарок. Скажу честно. Красиво. Но мне было скучновато. Конечно, детям лет 10 понравится. А от меня музею «Твердая четверка». Клину, кажется, все пропитано древностью и вдохновением. Если вы хотите прикоснуться к истории, вам точно сюда. Ага. На советской дрезине со стеклянным щелкунчиком к Чайковскому в гости. Интересный маршрут получится. Счастливого пути! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...